В республике продолжают ремонтировать многоквартирные дома. Большой объем работ в этом году необходимо завершить в центральной части Чебоксар. Многие здания здесь были возведены в 60-е годы. Что в первую очередь меняют подрядчики и насколько активно в этой программе участвуют собственники жилья, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Жильцам этого дома приходилось мириться с частыми потопами в подвале. Трубы эксплуатировались более 50 лет. Ржавые стояки заменили этим летом. С года постройки здесь не проводился капитальный ремонт, так что все было очень в печальном ветхом виде. Обновили, поменяли, да, как бы жильца довольны, все в порядке. По этому дому работы обошлись в районе где-то 2,5 миллиона. Капитальный ремонт нынешним летом был проведенный в этом доме. Здесь заменили не только ветхие трубы, но и старую проводку. В планах на следующие годы реконструкция фундамента и кровли. Работы, в принципе, провелись своевременно, то есть оперативно. Ну, жалоб, по крайней мере, я не слышал ни от кого из жильцов. Электроснабжение действительно давным-давно уже, наверное, стоило поменять, учитывая, скажем так, потребности, растущие каждый день. Мы обслуживаем 71 дом в центральной части города. Касаем капитального ремонта. Наш жилой фонд состоит в основном из домов, которым уже более полувека. И за эти полвека практически никакие работы в этих домах не проводились. А, да, ну вот, пять лет прошедших, наверное, этому вопросу пристальное внимание было уделено. Проведены работы, в частности, в этом году только в девяти домах по моей управляющей компании. Мафы устанавливаем, парковка, посмотрите, какие красивые. То есть будем стараться работать. До конца этого года в республике будет отремонтировано более 280 многоэтажек. Работы проводят поэтапно, где-то необходимо реконструировать фасад, а где-то требуют замены и системы газоснабжения. Средства на капитальный ремонт поступают не только из бюджета и фонда ЖКХ. В общий котел деньги перечисляют и сами жильцы. Выполняя сегодня капитальный ремонт одного конструктивного элемента, работы на этом не заканчиваются. Возвращаемся в дом в последующие годы опять же. Мы также выполняем капитальный ремонт других конструктивных элементов. Наверное, впервые такое большое ударение было сделано на капитальный ремонт системы электроснабжения. Потому что действительно во многих домах системы электроснабжения обетшала. Они выполнены были изначально по старым требованиям и не соответствуют, конечно, существующим требованиям норм и правил. На капитальный ремонт планируют направить более 240 миллионов рублей. Необходимые средства сейчас продолжают собирать жильцов домов, попавших в эту программу. В рейтинге платежеспособности лидируют и чебоксарцы. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.